Я хотел бы проповедовать на тему сегодня, которая актуальна в этом месяце. Я думаю, что вы видели очень много оранжевого цвета в магазинах, в разных заведениях. Видели много декораций, возможно, у ваших соседей. Такой страшной декорацией, украшений, которые люди украшают свои дома в праздник, который называется Хэллоуин. Я сегодня хотел бы проповедовать на тему, которая называется Should Christians Celebrate Halloween? Стоит ли, нужно ли, можно ли христианам праздновать или хоть как-то участвовать в этом празднике? И если вы скажете, что можно не проповедовать, можно садиться, мы уже знаем ответ, то я хотел бы вас призвать к одной важной роли. Нужно, вы знаете, нам как церкви понимать, что мы живем во время, которое называется Why Generation? Это переводится на русский язык почему. То есть сегодня поколению нашему молодому и детям недостаточно сказать, что вот это плохо. Уже нужно идти дальше и сказать, почему это плохо. И если сегодня все рекламы в школах учат наших детей, моих детей, что нужно делать в этот праздник, и учат, не спрашивая иногда, то почему мы, как церковь, должны молчать? Почему мы, как церковь, не должны учить своих детей, какое наше отношение, какой взгляд Библии, церкви и нас, как родителей, на именно этот праздник Хэллоуин? И сегодня я хотел бы в первую очередь, чтобы мы, взрослые, кто уже понимает и знает ответ на этот вопрос, чтобы мы слушали внимательно прежде всего для того, чтобы потом правильно объяснить своим детям и своим внукам, какое отношение церкви должно быть и есть к этому празднику. Чтобы нам с вами лучше понять причины, вначале мы с вами пойдем и посмотрим историю, откуда произошел этот праздник Хэллоуин, какие его корни, оригинально, как, где и когда этот праздник возник. Я знаю, что большинство людей, они сталкивались и знают, что это такое, но большая половина людей, наверное, не знают до конца причины, смысл или origins, оригинально, откуда, как этот праздник возник. И это то, что мы с вами сегодня попробуем разобрать вместе. Первое. История этого праздника такова. Это языческий праздник, который праздновали народы, которых называли кельты. Келтс по-английски. Эти народы, они проживали в Великобритании, в северной части Франции и в стране, которая называется Ирландия. Этот праздник возник, точной даты мы не имеем, более двух тысяч лет тому назад. И этот праздник оригинально не назывался Хэллоуин, но этот праздник назывался, пишется Самхай, но произносится как Сауин, или же Фестиваль Мертвых. Этот праздник праздновался с 31 октября на 1 ноября. Именно в ту ночь язычники в то время, они имели другой календарь. И 31 октября это был конец года, а 1 ноября это был первый день Нового года. Также по их календарю это была жатва, или конец жатвы, или сбор урожая. Также они верили, что именно в этот день, в ночь с 31 на 1 октября, именно тогда стирались границы, открывались ворота, и мертвые духи, и также злые духи, или демоны, приходили к людям, ходили по земле и наносили людям ущерб. Наносили ущерб их урожаю, скоту, и также людям, которые жили в то время. Для того, чтобы защитить себя по языческим традициям, люди делали следующее. Первое, они ставили тыквы, пампкинс, возле своих дверей, и верили, что эти тыквы, они защитят и отгонят этих злых духов от их дома. Второе, они выкладывали сладости, пейстрис, какие-то еду для того, чтобы ублажить, расположить этих демонов, чтобы они их не трогали. Может быть, вам знакома такая традиция, как-то я в бывшем Советском Союзе на кладбищах видел конфеты, которые выкладывают тоже люди с определенной целью. Это тоже было связано с традицией с мертвыми. Дальше. Также языческие жрецы в то время разжигали большие костры во время этого фестиваля и приносили в жертву животных, опять же, чтобы ублажить этих злых духов или богов, чтобы они их не наказывали. И самое последнее, что они делали, они переодевались в костюмы, костюмы привидений, чудовищ, демонов, например, Баба Яга и тому подобное, с целью, потому что они верили, что эти злые духи, демоны, которые ходят по земле, разговаривают с людьми и пытаются людей как-то обидеть, нанести ущерб, эти злые духи думали, что если этот человек одет в демона, значит, это один из нас, и там уже ничего делать не нужно, трогать их не надо. Это свои люди, и поэтому они как бы пытались этим обхитрить или обмануть этих злых духов. Вот почему они переодевались в эти страшные костюмы ведьмов, демонов и чудовищ. Дальше. Когда в эту местность пришли католики, то они захотели конвертировать эти языческие народы, чтобы они стали христианами. Для этого они прошли на компромисс, и они приняли языческие праздники, который, как я сказал, назывался не Халуин тогда, а как он назывался, Сауин. И тогда они сказали, что мы разрешаем вам праздновать этот праздник, но при условии, что вы станете католиками. И все, что они сделали, они поменяли несколько нюансов, адаптировав или христианизировав языческий праздник, и они его назвали День Святых. Как он называется по-английски? Это All Hallow Eve. На экране это написано, если вы видите, что означает Hallow. По-английски это означает Святой. Если мы, интересно, посмотрим в Библию, на молитву Отче наш, на английском языке, в Библии King James Version, то там есть такое слово, которое написано Hallowed be thy name. Это первая строчка Отче наш. Да святится имя твое. Вот именно оттуда взято вот это слово Hallow, что означает Святой. И именно корень вот этого Hallow, сегодня он является корнем или названием этого праздника, который сегодня называется Халуин. Смотрите, как все перемешано, грешное с праведным, цвет с тьмой. И как тогда люди были обмануты тем, что мы как бы празднуем что-то святое. Под видом святых или это стал День Святых? Так католицизм ввел этот праздник в христианство. Дальше. В этот фестиваль, в этот праздник, люди бедные ходили по домам и приходили к богатым людям и просили у них что-то сладкого, какие-то булочки, какую-то еду взамен, обещая, что они будут молиться за мертвых родственников этого богатого дома. Так пришла вот эта традиция ходить и собирать вот эти сладости и конфеты. Эта традиция дошла сегодня до нашего дня, когда дети ходят по домам от двери к двери и просят конфеты. Только сегодня дети не молятся за мертвых, но они продолжают, в принципе, ту же самую традицию. Интересно, что в Америку этот праздник не пришел сразу. Об этом я скажу чуть позже. Если еще добавить несколько информации, есть исторические статьи, которые говорят о том, что возможно, что в этот праздник, в день фестиваля Самхайн или Сауин, также были языческие жрецы, которые приносили людей в жертву. Есть фотография, где там эти, их называли джуиц, это Next Slide, они одеты были вот в такие белые одежды, и они приходили на свои вот эти церемонии, и они в честь этого праздника, чтобы ублажить этих злых духов, они приносили людей в жертву. Для этого они строили таких манекенов деревянных, previous slide, которые были построены для того, чтобы туда в клетках ставить людей, и потом этот манекен из дерева поджигался, и таким образом эти люди приносились в жертву. Но еще это было не все. Они предлагали еще одну такую игру, которая сегодня играется во время Хэллоуина, называется Apple Bobbing. Это когда сегодня дети ложат яблоки в тазик, наполненный водой, и дети должны зубами схватить эти яблоки. Раньше, что делали или практиковали эти джуиц, это жрецы, их так называли друиды, они предлагали людям, которые уже были выбраны для жертвоприношения, поймать зубами эти яблоки в котле, который был наполнен кипяченой водой. И, конечно, вы дальше уже без деталей понимаете, что происходило с лицом этих людей. Это было взамен на то, чтобы их отпустили и не сожгли вот в этом деревянном чучеле, которое было построено. Не вдаваясь в подробности, в детали этого праздника, вам уже достаточно информации, чтобы понять, настолько это был ужасный праздник, насколько это была мерзость перед Богом. И возвращаемся, как сегодня это дошло в наши дни. В Америку пилигримы, которые приехали в эту страну, они были христиане, они были протестанты, поэтому не они привезли этот праздник. Но дальше из истории мы знаем, что был такое событие, которое называется potato famine – это голод картошки. Когда в Ирландии не было урожая, и тысячи массы людей из Ирландии, именно из той местности, где зародился этот праздник, они эмигрировали в Америку. И именно с собой они привезли этот праздник, который сегодня мы с вами имеем, называется Halloween. Когда я жил в Европе, во Франции 15 лет назад, тогда в то время этот праздник не праздновали. Сегодня этот праздник празднуется очень сильно. Большинство из вас, вы все эмигранты из Советского Союза, Россия, Украина, в то время тот праздник не праздновали. Но сегодня вы уже знаете, что этот праздник празднуется и там, в Европе, откуда мы приехали, где наша Родина. И там сегодня уже это очень распространяется. В Америке этот праздник сегодня растет с популярностью каждый год. Популярность этого праздника растет. И официально сатанисты, которые сегодня заявляют на сайтах, и говорят, что они рады тому, что христиане официально хотя бы один день в год празднуют дьявола или they worship devil. Это сказал основатель сатанинской церкви. Сегодня Америка имеет 5 триллиардов дохода из этого праздника. И сегодня продажа конфет, четверть бюджета продажи конфет во всей Америке составляет именно в этот сезон Хэллоуина. Это пару таких фактов, почему сегодня этот праздник популярный. Во-первых, наступает власть тьмы. Во-вторых, мы видим, как вот эти дьявольские силы, они входят медленно, постепенно омрачая разум людей. И в-третьих, это очень хороший бизнес. Сегодня Хэллоуин считается второй по доходу праздник в Америке, по доходу среди всех остальных Крисмасов и остальных других праздников. Сегодня в этот праздник, вы знаете, что люди используют много декораций, используют в декорации разные чудовища, скелеты, мертвых людей, ставят гробы, украшают кладбищем, паутины, отрезанные головы, руки, вешают на свои дома и так далее. И это все сегодня распространяется больше и больше. И несмотря, как бы оно ни казалось таким странным, страшным, как будто бы ненормальным, сегодня даже есть христиане, которые празднуют этот праздник. Я знаю сам лично людей, которые вырастали со мной, мои ровесники. Сегодня они ходят с ведерочком со своей доченькой за ручку, от двери к двери, стучат и собирают конфеты именно в этот праздник, при наступлении темноты. Сегодня даже иногда это входит как-то и в церковь, иногда это как-то заменяют, меняют, как-то все перемешивают, принимают, как это было сделано очень давно, когда мы язычество просто христианизируем, называем просто другими именами правильными, украшаем все конфетами, сладостями, фаном, играми и участвуем в этом. Для большинства из нас, эмигрантов, это что-то новое. Наши родители не знали этого. Но мы приехали сегодня с вами в новую страну и иногда участвуем в подобных мероприятиях или праздниках, иногда просто по незнанию. Написано из Библии такое слово «Гибнет народ по недостатку видения или знания». Вот я думаю, что это здесь как раз вот этот актуальный момент, что народ иногда просто мало или мы мало знаем. Вот что об этом говорит Библия. Второзаконие, 18 глава, с 9 по 11 стих. Смотрите, как это относится к нам. Здесь говорится об эмигрантах. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь. Порицатель, гадатель, ворожея, чародея, обаятель, вызывающий духа, волшебник и вопрошающий мертвых». И дальше написано «это мерзость пред Господом» – вопрошать или молиться мертвым. И теперь я хотел бы, чтобы мы с вами увидели три простых причины, почему христиане не должны участвовать в этом празднике. Их есть больше, но я специально для запоминания, для того, чтобы мы могли лучше это передать нашим детям, если вы будете записывать три пункта, почему христиане не должны участвовать и праздновать этого праздника. Первое. «Halloween celebrates darkness». Халлоуин провозглашает тьму, празднует, превозносит именно тьму. Дети, которые ходят по улицам дома моего района и, наверное, вашего, они начинают это делать именно при наступлении темноты. И этот праздник празднуется именно ночью до наступления света. Именно тьма и ночь. Здесь вот происходят центральные события. Иоанна 3 глава, 19 стих написано, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Люди сегодня, об этом написано было в Библии давно, возлюбили, полюбили больше тьму, чем свет, потому что дела их злые. Вот что здесь очень важно понять. Не просто, что люди полюбили свет, не потому что, какая разница, а Библия объясняет, потому что дела их злые. А зло перед Богом – это грех. Когда люди живут в грехе, участвуют в грехе, поощряют, принимают, оправдывают грех, Библия называет это тьмой. Вот почему люди возлюбили больше тьму. 2 Коринфянам 6 глава, 14 стих написано, какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою. Нет ничего общего. У света с тьмою. Бог есть свет. И нет у него ничего общего, нет компромата, нет вот этого серого, чего сегодня люди пытаются придумать. 1 Фессалоникий сам 5.5 написано, «Ибо вы, все вы, сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, мы не дети тьмы, а именно праздник Хэллоуин, именно празднуются ночью, и здесь подчеркивается, превозносится тьма и темнота». Иоанна 8 глава, 12 стих. «Я свет миру, сказал Христос, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, не будет ходить во тьме, не будет даже пробовать, не будет даже там сидеть, но будет иметь свет жизни, свет жизни». Деяние 26 глава, 18 стих. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету». И дальше, внимание, от власти сатаны к Богу. Тьма – это власть и территория сатаны. Бог – это свет и его территория света. И здесь Библия говорит, чтобы мы, люди, не забыли обратиться от власти сатаны, тьмы к власти света и к Богу нашему. Первая причина, почему нельзя участвовать в этом празднике, потому что это территория тьмы. Хэллоуин celebrates darkness – тьму. А мы, христиане, Бог сказал «вы свет». Христос сказал «вы свет миру». Поэтому мы не имеем ничего общего с этим языческим праздником. Номер два. Почему христиане не должны участвовать в этом празднике? То, что нам нужно передать нашим детям, потому что Хэллоуин celebrates fear. Хэллоуин празднует страх. Их превозносит страх, рекламирует страх, устраивает шоу, выпускает муви, фильмы, фильмы ужасов, реклама, билборды, все эти чудовища, все вот эти маски, страшные вампиры, кровь – это все страх. Они делают разные даже спектакли, разные в этот день происходят additional программы для того, чтобы люди пришли и как бы типа веселились от того, что их будут пугать, что будет страшно. И от этого люди получают удовольствие и кажется, что это нормально. В этом будет наш фан и веселье. Вот что Библия говорит об этом. Второй Тимофея, первая глава, седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни или не страха, но силы, любви и целомудрия. Бог дал нам дух не страха, чтобы мы не боялись. Бог, Он не дает страх, чтобы людям было плохо. Потому что в Библии написано, что в страхе есть мучение. Вы знаете, что в эти дни мои дети боятся ходить со мной в магазин. Когда они заходят в магазин, и там стоит такое чучело выше, чем я, страшное, и стоят вот эти все демоны, разукрашенные, красивые, надутые. Мои дети боятся. Мне кажется, неужели сегодня настолько у людей помрачен разум, что сегодня, которое, казалось бы, в Америке существуют такие сильные организации по защите детей. Защищают детей, забирают детей, все сзади детей, ради детей. А здесь сами пугают детей. Пугают детей. Когда я в своем сабдивижене поставил такую надпись, где было написано, что я и дом мой будем служить Господу. Прошло пару недель, и позвонил мне менеджер нашего района и сказал, ты должен убрать эту надпись. Я спросил, почему? Они сказали, по нашим законам ты не имеешь права такие надписи ставить у себя на траве. Я говорю, а что я имею право? Он говорит, ты можешь ее поставить у себя на гараже, прилепить к себе, к дому, но ни на этой территории, ни при дороге, потому что как бы это уже не в твоей власти. И как вы думаете, что я собираюсь делать в этом году? Я об этом скажу чуть позже. Я обязательно поставлю надпись, только это уже будет не при дороге, на гараже, на доме. Я вам обязательно ее покажу. У меня возбуждается во мне ревность по Богу о том, что сегодня христианское нельзя. Вы знаете, что у дома, в доме, где жил мой отец, там большая-большая надпись «Jesus loves you» на крыше. И вы знаете, что два года они ходили в дом к нам, стучали и говорили, пожалуйста, уберите эту надпись, потому что эту надпись видно с Керненбульвара, когда ее проезжаешь. Эту надпись видно с школы, там есть большая паблик-школа, и там видно большими буквами. Эту надпись видно с самолетом, которые пролетают над домом. «Jesus loves you» и они говорили, «Уберите, уберите, уберите». Прошло два года, эту надпись так и не убрали. Слава Богу за то, что сегодня эта надпись над нашими домами. «Jesus loves you». Слава Богу за то, что сегодня мы можем хоть как-то, хоть чем-то, хоть где-то сражаться за то, чтобы людям нести свет. Хоть какой-то свет, но нести людям свет. В моем сабдивижене было одно такое украшение. С крыши дома торчала такая как бы палка или труба, и там висел мертвый, повешенный человек. Я прогуливался с детьми своими. Конечно, дети, когда увидели, испугались. И первая мысль, которая возникла, как вы думаете, какая? Они говорят мне, «Убери надпись, что ты будешь служить Богу». Но они вешают мертвецов, среди которых должны ходить мои дети. Конечно же, в этом случае я считаю, что мы, христиане, не должны молчать. Вы знаете, что мы как церковь часто очень много молчим. Часто мы молчим. Но я верю, что наше призвание быть светом, иногда это просто включать свет, даже без слов, просто хотя бы показывать разницу. Показывать, давать людям альтернативу. Или хотя бы давать людям возможность задуматься о чем-то другом. И об этом мы поговорим в конце нашей проповеди. В чем же смысл? Что должны делать христиане в эти дни, в эти праздники? А сейчас мы с вами разбираем пункт, что Хэллоуин празднует страх и провозглашает страх. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих написано, «В любви нет страха, но совершенная любовь Божья, она изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение или страдание. Совершенная Божья любовь, она изгоняет страх. А сегодня самые дорогие и считаются как бы самые удачные костюмы во время Хэллоуина, это именно самые страшные. Вот в этом как бы сегодня мы с вами живем. Но страх, оно приносит с собой негатив, дискомфорт. Но сегодня страх, который мы должны иметь с вами как христиане, единственный, это страх Божий. Что такое страх Божий? Это наивысшая форма почитания Бога. The fear of the Lord is the highest respect that you can give to anyone. Самая высшая форма почитания это страх Божий, уважение, отношение, послушание Богу нашему. Но ни в коем случае не страх человеческий, ни в коем случае страх какой-то дьявольский, который сегодня пытаются нам насадить и это распространить среди наших детей. Вы знаете, что в Библии написано 365 раз слово «не бойся». Как вы думаете, почему? Как раз по одному разу на каждый день, на весь год. И кажется, что не зря, наверное, не случайно Библия так много говорит об этом, потому что сегодня люди боятся. Переживания нас давят, неизвестность нас давит, наши проблемы нас давят, и это все перетекает или проявляется в том, что мы иногда живем в страхе. Но Библия говорит «не бойся, только веруй». «Не бойся, только веруй». Много раз в Библии написано «не бойся». И сегодня это слово было сказано в самом начале этого служения. «Не бойся, ибо я с тобою». Не бойся. Христиане сегодня, нам не стоит бояться, потому что в Библии написано, что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Поэтому не надо бояться этих украшений, не надо бояться этих демонов, этих одержимых, этих праздников, потому что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Потому что Христос, Он победил, власть дьявола победил, все силы тьмы, и сегодня мы имеем эту же силу в Нем, через Иисуса Христа. Поэтому мой призыв сегодня к каждому, кто боится, проходя трудности, долины, болезней, смертей, разных ситуаций, не бойся, сказал Христос, только веруй. И в этом наша надежда, в этом надежда для всех христиан, слава Богу за это. Третья причина, почему христиане не должны участвовать и праздновать этот праздник Хэллоуин, это потому что Хэллоуин празднует и превозносит смерть. Если вы посмотрите на украшения, которые используются во время этого праздника, то это мертвые люди, это кладбище, это отрубанные головы, руки, это кровь, это какие-то ножи, мечи. Кажется, ну при чем это? Идешь по тротуару, смотришь там разбросанные вот эти человеческие части тела, которые замазаны как бы в крови, вот такие игрушки валяются на красивой зеленой травке наших нейборхудов, потому что это празднуется смерть, death. Что об этом говорит Библия, притча 8 глава 36 стих. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Бог говорит, все ненавидящие меня любят смерть. Вот это одна из центральных вещей этого праздника. It celebrates death. Сегодня Иисус говорит, что Он есть жизнь. Христос сказал, я есть путь истина и жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь. И Он дает людям помощь и покой во время жизни, не во время смерти, во время жизни Христос, Он празднует жизнь. Потому что мы, как верующие люди, сегодня должны помнить, что мы верим в то, что даже после смерти наша душа не умирает. Она всегда вечно жива. И верующим в Иисуса Христа мы имеем возможность жить с Богом вечно, жить всегда, жить в раю. Мы не имеем ничего общего с смертью. Это просто переход в другой мир. Но мы с вами верим в вечную загробную жизнь. Слава Богу за это. Марка 12 глава 27 стих. Написано, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Я вам рассказывал историю, помните, когда я был очень маленьким в моей деревне. Однажды я вышел на улицу с бабушкой, потому что было очень много шума. Это была похоронная церемония. И несли мертвого человека. Я как-то заговорил так громко, по-детски. И меня бабушки успокоились, сказали, тише, 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 сынок. Видишь, вот человек пошел на покой. Бог ему дал покой. Они говорили о мертвом. И говорили, что Бог дал покой мертвым. Потом они шли и поминали мертвых. Потом они шли и молились. И они, вся вот эта тема была о мертвых. Это есть одна из православных традиций, которая сегодня перешла к нам из язычества. Но Библия говорит нам о том, что мы не должны молиться о мертвых. Пару примеров. Потому что Луки, 16 глава, там описывается история в Библии, где Христос, где описано в том, что после смерти человек уже не может перейти из ада в рай. Там уже нету этих вариантов. Человек может прийти к Богу и сделать это решение только во время жизни. После смерти он уже не переходит об этом написанном в Библии. Поэтому уже молиться о мертвых нету смысла. В Тарозаконе, 18 глава, в Библии написано, что когда мы взываем к мертвым, то это есть мерзость пред Богом. Это то, что и делали эти языческие традиции, эти праздники, все. Вот почему они с мертвыми разговаривали, мертвым давали как бы еду и пищу, защищали себя от мертвых, переодевались в мертвых людей, имитируя этот мертвый праздник. И даже приносили людей в жертву. Все это было связано с этой такой тьмой и мертвичиной, смертью, которая сегодня приносится и доходит до наших дней. Иоанна 14, 6, Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Жизнь. Жизнь. Мы с вами приходим к вопросу, что должны делать христиане в эти дни. Как нам реагировать? Первое, это нам нужно осознать, знать оригин, откуда происходит этот праздник или то или иное событие. Какие его корни, какой смысл заложен в этом празднике, в этой игре, в этом действии. Мы об этом уже сегодня с вами поговорили. И второе, что должны делать христиане, это обязательно учить наших детей. Вы знаете, что сегодня иногда мой сын приходит со школы, и он рассказывает мне, что им рассказывают в школе. Рассказывает о том, что говорят им его друзья. И вы знаете, они не спрашивают даже меня разрешения, они им просто говорят. И наши дети растут в этом обществе, где их учат, что это нормально, что это просто игра, что это просто конфеты. Это классно, это сладко. И когда я говорю своему сыну, что это плохо, он меня спрашивает, а почему, папа, почему это плохо? А почему же остальным детям дают конфеты, а мне как? И здесь как будто бы, как сложно папе объяснить ребенку, что не надо тебе эти конфеты. В глазах ребенка папа кажется такой жестокий. Как трудно вот это передать, как это все так замаскировано, как это все сделано. Такие вот эти traps, такие капканы для детей, конфетки, такая приманка, на которую дети идут в два счета. Иди, бери. Давай будем играть. Давай будем участвовать, давай будем втягиваться в этот процесс. У нас в ТБС, в подростковой школе, была одна студентка, которая была одержимая. Когда мы с ней разговаривали, беседовали, потому что это проявилось на протяжении ее пребывания здесь, спросили, как это случилось, когда это произошло. Она рассказала одну историю. Однажды ее родители отпустили к ее подружке домой переночевать. Sleep over. Она пошла туда домой и переночевала там одну ночь. Вечером, когда родители легли спать, они посмотрели один фильм. Это был фильм ужасов. И когда уже все заснули, то она говорит, я почувствовала, как что-то вошло в меня. Вот эти фильмы, они как раз вот рекламируются, показываются. Они просто все даже рекламы. Если вы включите YouTube, хотите посмотреть, где там молока купить, вам расскажут за Хэллоуин. Будете искать машину на акшене, там будет реклама за Хэллоуин. Какие-то фильмы. И все, что требовалось, это посмотреть, сделать один раз sleep over, переночевать у подружки и посмотреть один фильм. Я говорю и дальше, что случилось. Она говорит, they told me to go. Я спрашиваю, who? Они сказали мне идти. Кто? Она говорит, I don't know. They told me. Я не знаю, они мне сказали. И она пошла на кладбище и провела там всю ночь. Кажется, наш ребенок из славянской христианской семьи. Почему я об этом говорю? Я говорю это о том, чтобы мы как родители понимали, насколько наши дети подвергаются атакам дьявольским. Насколько наши дети в любую секунду мы, отвернувшись, можем не уследить за таким одним мгновением. И как искалечена стает судьба человека, который не призван для мучения в этой жизни. Поэтому Библия говорит нам, второзаконие 6 глава, 6 стих. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Это говорится к отцам, к родителям и дальше. И внушай их детям твоим. Не просто рассказывай иногда, внушай. In grave. Просто передайте. Brainwasher kids. Передайте, вложите в них это. Со всей силой и дерзновением. Внушай их детям твоим. Говори о них, сидя в доме, идя дорогою, едя на машине, ложась и вставая, передавай детям заповеди Божьи, Слово Божье, страх Божий. Рассказывай им об этих праздниках, чтобы они знали сегодня, и чтобы они могли сегодня другим своим людям рассказывать. Когда мой сын мне сказал, папа, ты знаешь, а я сказал своему другу, I don't celebrate Halloween. Я не праздную этот праздник. Я ему сказал, good job, son, I'm proud of you. And now go and tell other friends. Теперь иди другим рассказывай. И рассказывай им, почему мы не участвуем в этих делах тьмы. Итак, второе, что должны делать христиане, это научить своих детей, нашу молодежь, наших подростков, предупредить их об опасности. Третье, это expose или выявить, разоблачить, что кроется внутри за этим праздником. Ифисянам 5 глава, с 10 стиха написано так. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Смотрите, как говорит четко и конкретно английская Библия. New King James. Там написано так. Expose. Это переводится на русский язык как разоблачайте или выявляйте. Expose. NLT translation. Там написано instead. Вместо этого. Вместо того, чтобы или участвовать, или просто молчать, написано instead expose them. То есть разоблачайте их. Говорите об этом. Говорите людям правду. Говорите людям истину. Ну, светите, ибо мы призваны быть светом. Вот почему сегодня я призываю и предлагаю, чтобы наша церковь, живой поток, участвовала в проекте, который я называл Halloween Awareness. Это чтобы людям дать информацию, next slide, чтобы они знали, что это и как это, и почему мы это не делаем. Next slide. Мы сделали специальный дизайн. Специальный его сами придумали для церкви. Не только для нашей, но и для всех христиан, которых мы хотим распространить это во всех социальных сетях. Чтобы люди видели и задумывались. Вот такая примерно табличка может быть у вас перед вашим домом. Может быть на вашем гараже. Может быть на вашей машине. Это дизайн, который сделан специально для того, чтобы люди задумались, как написано в Библии, expose. Говори об этом. Смотрите, какой смысл. Здесь написано Halloween celebrates. И такой выбор. Light or darkness? Свет или тьму? Дальше. Halloween celebrates fear or peace? Страх или мир? Дальше. Halloween celebrates life or death? Жизнь или смерть? И везде есть выбор. И везде есть птичка. Отметка. Что празднует Halloween? А внизу написано Jesus is light. Peace and life. Таким образом, казалось бы, не обидно, не унижая, но просто человеку дать задуматься. Здесь специально все так нарисовано в разброс, чтобы человек мог читать. Light and darkness. Fear and peace. Life and death. И уже в следующее воскресенье эти таблички мы будем здесь у нас в церкви продавать, которые мы заказали. Их немного. Для тех, кто смело поставит вот это у себя в огороде, у себя на фронт-ярде, кто прилепит это на свой гараж, кто сделает из этого просто трафаретку на бумаге, отпечатает, прилепит на свою дверь. И когда будут приходить эти все одетые в эти костюмы, пусть они читают. Пусть читают. Это тот минимум, который мы можем сделать сегодня в наши дни. Это быть светом. Не надо этих людей ненавидеть. Бог призывает нас любить людей. Мы призваны ненавидеть грех, а людей любить. Даже те, которые участвуют в этом. Людей любить, но говорить. И previous slide. Вот этот Halloween Awareness Project. Я призываю церковь. Я призываю всех, кто смотрит нас онлайн. Чтобы мы как церковь были солью. Были светом. Чтобы была от нас польза. Чтобы мы говорили и не стеснялись говорить этому миру, почему этот праздник, он сатанинский. Почему это страшно? Почему это опасно? Почему это плохо? Мы это можем делать через вот эти знаки, значки. Мы это можем делать через социальные сети. Кто сидит на Facebook, на Instagram. Вы можете post, repost and tag people. С вот этими дизайнами, которые мы сделали. And let people know what is Halloween about. Мы также можем об этом говорить. И говорить об этом смело. Потому что к этому призывает нас Библия. К этому Библия призывает. Expose. Разоблачайте дела тьмы. Особенно мы славяне. Мы так часто и много молчим. Вы знаете, что когда включается свет, интересно, что даже иногда есть такая сторона света, что без слов все встает видно. Если у вас есть такое, может быть, смущение, я по-английски не говорю. Даже разговаривать не надо. Просто всего лишь повесить такую табличку на вашем гараже. Если вы стесняетесь разговаривать с незнакомыми людьми, даже иногда говорить не надо. Просто одеть такую футболку. С такими надписями. А если вы можете говорить, то говорите смело. Не унижая при этом людей. Но говорите смело. What is this about? And why we? As Jesus followers. Мы как последователи Иисуса Христа. Мы празднуем свет, мир и жизнь. Во имя Иисуса Христа. Друзья, заканчивая эту проповедь. Хотелось бы, чтобы мы все задумались над тем, каким светом мы являемся сегодня в этом мире. Каким светом мы являемся в этом мире. Есть ли разница? Видят ли люди в нас разницу? Например, в одежде. Видят ли люди разницу, как одеваемся мы, как одевается этот мир? Если разницы нет, значит мы не свет. Разница должна быть. Например, наше отношение к материализму. Есть ли разница? Или мы точно так же гонимся, стремимся ко всем этим крутым вещам материальным. Крутые дома, крутые машины и так дальше. Есть ли разница? Или у нас все одинаково? Я не против. Пусть у вас будут хорошие машины и дома. Но должна быть разница. Являемся ли мы этим светом или солью в этом мире? Или у нас все перемешалось? Мы просто христианизировали все, что ничего общего с Богом не имеет. Наша реакция на какие-то трудности. Как мы реагируем? Одинаково? Или у нас у верующих другая реакция на эти испытания? Что мы делаем в свободное время? Какие наши приоритеты? У нас все одинаково? Или все-таки мы свет? Давайте включать свет. Мы, написано в Библии, Христос сказал, вы, каждый из вас сидящий в этом зале, и я, и кто там онлайн. Мы свет. Видят ли этот свет люди? Видят ли свет люди? Или мы такие скромные, аккуратные? Мы все так, мы такие незаметные. Вокруг нас даже никто не знает, что я верующий. И не дай Бог, чтобы кто-то узнал. Потому что стыдно будет ему и тебе, что он узнал, а ты верующий. А жизнь не соответствует. Но мы свет. Призваны быть светом. В этом мире. И сегодня я хотел бы призвать нас к молитве. за наших детей. За ваших внуков. За наш народ. За это поколение. Чтобы Бог хранил нас. Вы, наверное, слышали одно свидетельство одного миссионера в Индии. Его фамилия Зайцев. Он рассказывал, что как часто он участвовал в служении. И всегда какие-то трагедии происходили в его жизни, в его доме. Какие-то сложные ситуации. То болезни, то какие-то аварии. И однажды он сказал, долго это длилось. Они устали. И однажды он стал молиться по-другому. И призывать защиту на свой дом. На своих детей. Призывать кровь Иисуса Христа. Молиться во имя Иисуса Христа. И он говорит, оно все прошло. Вы знаете, родители, мы никогда не сможем уследить за своими детьми полностью. Как бы вы их не держали возле себя. В какую бы супер христианскую частную школу вы бы их не сдавали. И там тоже им предлагают игры, такие как Покемен. Мы не уследим за нашими детьми. Придет время, им наступит время летать. И здесь нам важно, чтобы они летали в правильном направлении. Я хотел бы призвать, давайте, родители, молодые, все, будем Богу говорить, Господь, сохрани нас от власти тьмы, которая наступает на эту землю. Аминь. Давайте молиться. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Иисус. Иисус, мы стоим на коленях Божия в проломе за наши дома за наших детей за наших внуков за нашу молодежь за эту for this generation, Lord we stand before you, Lord God мы стоим в проломе, Бог наш и мы просим сохрани и защити Боже нас защити Господь нас, Боже защити нас как церковь защити каждый дом и семью, Боже я молюсь Тебе за церковь, живой поток за всех членов церкви, живой поток, Боже ибо церковь это иствое убежище врата ада не одолеют церковь, Боже Иисус я молюсь Тебе, Боже дай смелости, дай нужных слов дай дерзновение, Боже, сегодня отцам, матерям, говорить сегодня нашим детям правду говорить истину, находить ключи, слова подходы, методы, Боже и учить их, Боже учить их, Господь воспитывать в них Дух Христов говорить им о том воскресении и жизни которые мы имеем в Христе Иисусе говорить им о том, что тот, кто в нас тот сильнее, тот над всякой властью тьмы и смерти во имя Христа Иисуса Боже мой, помоги нам, Боже исполнять это слово идя дорогою, ложась и вставая передавать слово нашим детям передавать это слово как ты призываешь внушать нашим детям, Господь Иисус чтобы в этом мире они не попадали в капканы чтобы они не попадали неправильным друзьям неправильной компании Господь, чтобы их не научили курить чтобы их не научили наркотикам, чтобы их не научили пить, Господь. Сохрани их в этом мире зла. Боже, мы просим Тебя, пусть страх Божий будет в сердцах их. Мы молимся Тебе, Господь Божий, за наше поколение. Господь Иисус, Lord God, мы молимся Тебе, Боже, страх Божий вложи в сердца наши в первую очередь. В мое сердце, в наши сердца, Боже, страх Божий. Это почтение, это уважение Божие. Это, Боже, благоговение, чтобы не обидеть, угодить Богу, чтобы угождать Богу нашему, чтобы быть верным. И помоги, Господь, дальше передать этот страх Божий нашим детям, Иисус. Помоги, Боже, сегодня, чтобы страх Божий, он сегодня, Боже, возвращался, чтобы мы ревновали об этом в домах во имя Христа Иисуса, Боже мой. Там, где есть страх Божий, там нету места крику. Там, где есть страх Божий, там нету места плохим словам, потому что там уважение к Богу не позволяет говорить таких слов. Там, где есть страх Божий, Иисус, там нету места греха, потому что нету ничего общего у света с тьмою. Господь Иисус, страх Божий, он удаляется от греха, он убегает. Иисус Христос, Боже. Господь, я говорю, что сегодня мы не можем сами, мы не сможем сами, Господь. Боже, наша наука, все книги, наш, Боже, опыт иногда не гарантирует, что мы воспитаем детей правильно, поэтому мы сегодня стоим перед Тобою и взываем к Тебе, к Боже. Боже, мы сами не сможем. Мы сразу приглашаем Тебя, Боже, на помощь. Мы просим, Господь, когда наши дети будут идти в школу, на работу, в колледж, ехать в гости, встречаясь с друзьями на улице, храни их, Боже, от плохих компаний во имя Христа Иисуса. Храни от власти тьмы и зла, храни от греха, помоги, дай им силы говорить «нет». Говорить «нет», даже если все это делают, Господь. Вот Твое слово говорит «не следуй за большинством», потому что сегодня все делают. Господи, сохрани наших детей. Боже, мы стоим, как церковь сейчас, Боже, в ходатайственной молитве. Мы объединяемся, Господь, в этой молитве. Мы соглашаемся, Господь. Господь, Боже, я молюсь Тебе за тех благослови, кто сегодня будет участвовать в этом проекте Halloween Awareness, который будет разоблачать, который будет говорить, светить мягко, с любовью, но будет показывать разницу, будет показывать эти месседжи, будет показывать, Боже, это послание Господь Иисус. Благослови, дай смелости, Боже, сегодня людям говорить об этом. Дай смелости сегодня брать эти сайенс, распространять это на социал-мидиа и в своих районах. Господь, и светить, светить, Господь, и не бояться светить. Во имя Иисуса Христа, Бог мой.